Сахаров стал Нобелевским лауреатом мира. Мы тогда ничего про это не знали. В ОСВУ ездила Елена Георгиевна Бонар, прочитала бы Нобелевскую лекцию «Мир. Прогресс. Права человека». Но и вот как раз на этой фотографии они дома, вот перед ними здесь предметы, значит, такие вот фольклёрного содержания. И там подпись на этой фотографии, что Сахаров и Бонар готовят подарки, родительские подарки для своих норвежских друзей. А потому что как раз накануне, в 1975 году было достать Нобелевскую премию мира, и в Норвейке вот ездила Елена Георгиевна Бонар, подружилась там с ним, и вот они как раз сейчас готовят рождественские подарки. Так что вот на эту фотографию она, несмотря на то, что такая довольно-таки уже старая, можно сказать, в 1976 году, но мне они тут очень нравятся, они оба в хорошем настроении, улыбаются. Я думаю, что это всё будет таким посылом, хорошим настроением для нашего сегодняшнего концерта. Но поскольку вот поводов очень много, и музыка, творчество, это то, музыкальное творчество, это то, что понятно, не требует перевода, язык музыки понятен людям всех национальностей, всех возрастов и так далее. И всё, что сегодня будет звучать, я думаю, это всё будет гармонично, всё будет уместно, и каждый может вспоминать, представлять что-то прошлое, настоящее, и думать о будущем. Вот, и поэтому этот концерт, думаю, что он сегодня будет таким очень хорошим событием, в череде событий жизни Сахарова и в череде событий, увековечивающих память об Андрею Дмитриевичу Сахарове, но и о Елене Георгиевне Боннер, поскольку я уже сказала, что этот флот на днях ей было исполнилось 96 лет. Ну вот, то, что я хотела сказать вначале, сегодня, значит, своим творчеством с нами вновь поделятся студенты Нижегородского музыкального колледжа имени Милия Валакирева, студент уже третьего курса, да? Четвертого. Студент уже четвертого курса Сергей Куткин. Гори от Рюждорова. Добрый день. Я ухожу. Сегодня я бы хотела представить вам несколько произведений различных эпох и стилей. И начну я свое сегодняшнее выступление с произведения Иоганна Севастьяна Баха, а именно с его плюди и фуги ми-минор, который входит в оргик второй том хорошо тренированного клавиера. К музыке Баха обращались и обращаются абсолютно все исполнители всех времен и всех национальностей. Музыку Баха играют и сейчас люди всех подростков, причем абсолютно на всех музыкальных инструментах. В чем же причина популярности этого немецкого гения? Безусловно, Иоганн Севастьян Бах является ключевой фигурой в истории музыки первой половины 18 века. И главная его заслуга заключается в том, что он объединил все музыкальные традиции, которые существовали в то время в различных странах Западной Европы. Дело в том, что с начала 18 века в разных странах достигли высокого уровня свои жанры и свои стили. Например, в Италии был хорошо рано жанр опер. Во Франции развивалось искусство французских клавесинистов и виртуозов. В Германии был достигнут высокий уровень музыки духовной, связанной с протестантской религией. И Бах в своем творчестве обобщил и систематизировал все эти традиции, подведя тем самым так называемый итог в развитии музыки всей Западной Европы. К тому же музыка Баха абсолютно на равных сочетает в себе рациональную и эмоциональную стороны. То есть в ней все логично, строго, хорошо продумано. И в то же время какое многообразие образных оттенков можно в ней открыть. Предведение, которое я сейчас исполню, входит в цикл прелюдий и фуг, написанных во всех тональностях. Дело в том, что в до-баховскую эпоху настройка клавишных инструментов была несовершенной. И поэтому композиторы писали произведения в небольшом количестве тональностей. Потому что если бы они использовали другие тональности, все звучало бы просто-напросто фальшиво. Но времена Баха инструменты стали настраивать уже по-другому. И стало возможно использование всех тональностей музыки. Но многие его современники по-старински по-прежнему продолжали писать, избегая многих тональностей. И вот для того, чтобы доказать преимущество возможности писать музыку абсолютно во всех тональностях и показывая преимущества каждой гармонии, каждого лада, эмоциональной окраски, которые несет каждая гармония, Бах дважды воплотил идею охвата всех тональностей, создавая два цикла «Пелюди и фуг». Сейчас я исполню «Пелюди и фугу» ми минор из второго тома хорошо треперированного класса. Здоровая двадцатый почему? АПЛОДИСМЕНТЫ Субтитры подогнали Симон. 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 Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. 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 Субтитры подогнали Симон. Симон. Субтитры подогнали 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 Симон. Симон. Субтитры подогнали Симон. Симон. Субтитры подогнали Симон. 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 Сейчас я исполню два этюда Шопена. Первоначально этюд — это музыкальное произведение, предназначенное для развития тех фаз. Таково оно было в начале XVIII века у композиторов Черни и Климельцев. Однако гений Шопен, Лист, Шуман трансформировали этот жанр, внеся в него художественную лектору. И оно стало художественным произведением, виртуозным, с богатым содержанием. Я исполню два этюда Шопена — четвертый и двадцать третий. Четвертый этюд — икревой, краинственный, в конце — грозный обвал. А двадцать третий — совсем иного склада, утверждение добра, света, рада. Итак, Шопен, два этюда. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Играет музыка 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 Сейчас я бы хотел вам представить фортепианную сонату Рахмалинга Первая фортепианная соната Рахмалинга Играет музыка 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 Играет музыка